Здравствуйте! Вы смотрите iNews, программа о науке и высоких технологиях. В студии Вика Арифьева смотрите сегодня в выпуске. В Казани пройдет международный форум по цифровизации Казан Диджитал Уик. Сервисы для отслеживания геолокации детей. Российские госорганы заведут страницы в соцсетях. Об этом и не только в ближайшие минуты. В Казани пройдет международный форум по цифровизации Казан Диджитал Уик. Здесь представят свои разработки татарстанские производители цифровой продукции, а также будут презентованы региональные научно-инженерные площадки. Участники из разных стран смогут осмотреть Единый презентационный центр агентства инвестиционного развития Татарстана, Казанский вертолетный завод, автоматизированную систему управления дорожным движением, полигон ИТС, университет Иннополис и IT-парк. Основной площадкой мероприятия станет международный выставочный центр Казань-Экспо. На форуме Казан Диджитал Уик также будет представлено новое татарстанское приложение для смартфонов и смарт-телевизоров ТАТ-ТВР. С его помощью можно смотреть региональные телеканалы и слушать татарстанские радиостанции из любой точки мира в режиме онлайн или в записи. Как мы рассказывали в прошлых программах, ТАТ-ТВР уже можно скачать бесплатно в App Store и Google Play на свой смартфон. Сейчас на платформе представлены пять региональных телеканалов и пять радиостанций на русском и татарском языках. Также недавно приложение стало доступным для смарт-телевизоров. Его можно скачать на телевизоры LG, Samsung и любые устройства на операционной системе Android. В отличие от обычного телевещания, приложение позволяет смотреть любимые передачи в удобное время и в любом месте. Российским школьникам запретили использовать мобильные телефоны на уроках. Об этом официально заявили в Министерстве просвещения. Ведомствами ответили, что использование смартфонов во время уроков не допускается по СанПинам. При этом гаджеты все еще можно приносить в школу для экстренной связи на переменах. Чтобы узнать, где находится ребенок, родителям уже не обязательно звонить по телефону. Рынок мобильных приложений сегодня предлагает множество сервисов, которые позволяют отследить местоположение человека. Например, приложение Zendly, которое в прошлом году стало очень популярным среди школьников. Это соцсеть, где пользователи делятся друг с другом своими текущими геолокациями и любимыми местами в городе. Если ваш ребенок уже использует это приложение для общения с друзьями, к нему можно просто присоединиться. Однако владелец этого сервиса, компания Snapchat, недавно объявила о планах закрыть приложение. В какие сроки это будет сделано, не уточняется. Пока сервис работает и его можно скачать бесплатно. Другое бесплатное приложение, которое показывает, где находится ваш ребенок, так и называется «Где мои дети». Оно работает в паре с приложением Pingo, которое устанавливается на смартфон ребенка. Сервис не только показывает текущую локацию, но и позволяет узнать, во сколько ребенок добрался до школы, во сколько вернулся домой и сколько времени провел за мобильными играми. Есть и совсем шокирующая функция – подслушивание. Если ребенок не берет трубку, включается режим прослушки звуков. Использование этой и других функций стоит обсудить с ребенком. Среди отзывов пользователей приложения множество гневных комментариев от детей, которые жалуются на отсутствие личного пространства, а также и на то, что приложение быстро сажает заряд батареи. Пользователям айфонов не обязательно скачивать специальные приложения, чтобы отслеживать геолокацию ребенка. Такая функция есть во встроенном сервисе «Локатор». Ребенку достаточно поделиться своей геопозицией, добавив номер телефона родителя. Российские госорганы заведут страницы в соцсетях. Соответствующее распоряжение подписал председатель российского правительства Михаил Мишустин. Согласно этому документу, с 1 декабря все государственные органы, органы местного самоуправления, подведомственные организации и суды будут обязаны создать и ввести свои официальные аккаунты в российских соцсетях. Это может быть площадка ВКонтакте, либо Одноклассники. Здесь будут публиковать отчеты, комментарии по актуальным вопросам и контактные данные. Редактор субтитров А.Семкин